Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, давай. Отпустите. Здорово. Написал. Опять? Ну, давай, давай. Стихи о любви. Ну, молодец, давай. Практически закрыл тему. Ну, давай, стихи. Три ночи. Три ночи подряд писал. Писал, писал, писал. Писал. Три ночи подряд. Подряд, давай. Татьяна. Татьяна, Татьяна. Наталья. 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 А почему у тебя имена разные? Начинаешь. Татьяна, потом Наталья. Оля. А почему три разных имени? Я же говорю, я три ночи писал. Три ночи. Я ничего не понимаю. Тут вообще какая-то уже Степанида Михайловна какая-то. Что? Степанида Михайловна. Ну вот, Степанида Михайловна. Не может быть. Не может быть. Не может быть, нет? Это я еще днем немного дописывал. Быстро. Который час? Ну это ж невозможно, ну. Я же сказал в шесть часов, а не в шесть пятнадцать. Я же человек военный. А, а я как раз так. Да нет, ну в смысле дисциплина я. У меня вообще мечта. Жена должна выполнять команды. Все. Встать, лечь. К ноге. Рядом. Сидеть. Сидеть. Хорошо у вас получается. Вы мне извините, но это же уже не жена, а как бы собака просто. Простите, конечно, за сравнение. А как это вообще можно сравнивать? Собака, она же друг. Сколько там? Ну все, все. Понял, понял. А ты, не, не, ко мне, быстро! А ну быстрее! Быстро, ДНБ 2000! Быстро давайте! Так, двое, значит, перекрыли проходной двор. Проходной двор, быстро там. Двое парадную? Парадную быстро двое. Двое куда? И двое на крышу. На крышу. Быстро давайте. Все, ну я пошел. Ну, подожди, прощай. Ну, давай, давай, давай. Че, Колян, учения, что ли, начались? Не, пацаны, как раз наоборот. Учения закончились. Просто майор Петров вернулся из командировки. Не надо было, потому что на улице свидание назначать. Надо было культурно где-нибудь, в музейчике, в картинной галереи. Ну, я тоже вот нашел культурное место. Там же на этих картинках одни голые бабы нарисованы. Ну, уже лучше в баню сходить. Что за уровень? Что это за язык? Баня, голые бабы. Для меня вот обнаженная женщина, это, если можно так сказать, красота в чистом виде. Ну, правильно, я и говорю, лучше в баню. Там и красота, и в чистом виде. Глаза смотреть. Глаза, я сказал. Вчестняется. Видишь, бардак развели. Что вообще за команда такая? Только вчера прилетели в этот... Амстердам. Амстердам, да. И сразу к девочкам, в Красный квартал. Я-то перед такой серьезной игрой вам слушаю. Силы, что ли, давать некуда, я не понимаю. Или в России девок не хватает. Я сказал, глаза смотреть. И если вы поймёшь, что мне раскаяние изображать. К чёрту, и бабушки из команды всех повыкидывали. Будет она печалиться. Козлы. Так, до начала осталось пять минут. Кто вчера ходил к девочкам, поднимите руки. Федякин, а ты что не поднимаешь? Дело в том, Павел Павлович, что я вчера, в отличие от этих, как вы правильно выразились, козлов, в балет ходил. В балет? В балет. Молодец. Вот. Федякин, молодец. Молодец. Значит, ну пошли, пошли. Значит, играем обычным составом, кроме Федякина. Федякин из команды отчислим. Как, Павел Павлович, почему? Ну, Федякин. Художник Эль Грецко. В хоккей играют настоящие мужчины. Браво! Пик, пик, пик! Я встречу вас! Я встречу вас! Художник Тольятти. Я встретил вас. Хорошо, что я хоть в кино ее не пригласил, а то бы еще и билеты пропали. Не, я в кино вообще завязывал приглашать. А чего? Да, пошел тут с одной в кино. Ну? Ну, естественно, купил билеты в последний ряд. Только сели, она сразу мне. Только без рук. Все. Не представляете, как я с ней намучился по ходу фильма. А почему? Ну как, без рук же страшно неудобно. Кино. Художественный фильм «Где Маша не пропадала» по повести Александра Сергеевича Пушкина Дубровской. Одна готова. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, Маша. Тихо, я Дубровский. Тихо, Тихо, Дубровский. Я не Маша. Ой, Господи. Я иногда думаю, если бы этих женщин вообще на свете не было, какой бы я был счастливый человек, жил бы себе со своей женой и горя бы не знал. А на ком бы вы тогда женились, если бы женщин вообще бы не было? Я что сказал, что я женился на женщин, я женился на беременной. Так вы замечательный человек. Естественно. Жизнь замечательных людей. Председатель Мао на старости лет стал простым, доступным и очень общительным человеком. Поэтому друзья называли его запросто. Наш старый дзэдун. Однажды он вызвал к себе врача. Что с вами, великий кормчий? Да вот бессонница. Целый день, видишь, работаю, а ночью никак не могу уснуть. Что говорит древняя китайская наука? О, великий кормчий! Древняя китайская наука говорит. Надо считать баранов или слоников. Один слоник, два слоника. Или еще что-нибудь. Один, что-нибудь. Два, что-нибудь. Пересчитаете и уснете. Хорошо, я попробую. Ну что, как прошла ночь? Безнадежное дело. До утра пересчитывал, так и не уснул. А что вы пересчитывали, председатель? Китайцев. О, пошла, пошла. Видали, да? Во, во, во. Все-таки ничего, прекрасные женщины. Есть. Натяжной потолок экстенза. Очень красивый. Еще есть какой-то экстенза. Я говорю, женщины, прекрасный пол. А экстенза, прекрасный потолок. Спонсор программы «Городок» – компания «Миал-С». Французские натяжные потолки «Экстенза». Не, он уже не придет, наверное, да? Да. У меня, в принципе, рассчитывали уже не за что. Все равно все будет как в сказке. Жили-были старик со старухой. А это я знаю. И жили они долго и счастливо, пока... Пока не поженились. Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой. Что еще со старухою делать? У меня этот старый пень. Рыбак хренов. Где ты? Ой, я тебе сюрприз. Меня твое. Алло. Эй. Хаба. Ха-ха. Ой, ты кто? Старик. Что? Да старик я, старик. Слышишь, что я приключился, старуха? Поймала, значит, рыбку золотую. А! И отпустил, дуряшка. Сейчас, сейчас. Три желания, как положено. Первое, значит, годков 30-40 сбросить. А! Ха-ха. Второе, одежку себе получше. Ну и третье, ты уж, старуха, не обессудь. Обещала мне рыбка, что будет меня дома ждать девица красная. Ах! Вот такой сюрприз. Ах! Где она, кстати? Где ты, моя девица? Где ты, моя красная? Ау-у-у! Ваня! Ванька, Ванечка! Ванюха! Ванюшка, ты мой! Ой, Ванька! У меня для тебя тоже сюрприз. Во-первых, Ваня, только не падай. Я теперь снова девица до девица. А во-вторых, я в КПРФ вступила. Так что я теперь красная. Ну! Ага! Я, прости, друг, прости. Когда волнуюсь, всегда пою. Вообще, у меня есть голос. Очень красивый и очень сильный голос. Просто слуха нет. Вот лучше бы, если у вас было бы наоборот. Слух есть, а голоса нет. Какие? Да ужас! Ну, давайте еще разочек попробуем. Ми-и! Ми-и! Ми-и-и! 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 Дом, соловей мой, соловей, голосистый соловей. Бесполезно. Бесполезно. Соловей. Бесполезно. Ничего из вас не будет. Соловей. Ничего из вас не будет. Я понимаю, это тяжело. У нас сложились прекрасные отношения. Но хоть мы с вами и занимаемся уже восьмой месяц, нам с вами, милочка, придется расстаться. А вот и не придется. Петр Семенович. Почему? Вот именно потому, что уже восьмой месяц. Некоторые мужья своих жен буквально не переносят. А некоторые буквально переносят. Причем пользуются для этого мешками и сумками. Кстати, так и на транспорте дешевле. Тихо, тихо, тихо. Когда ты меня довезешь к памятнику-то? Как проехать к памятнику Пушкину? А почему вы ее посадили в сумку? Да экономит он на мне. Денег-то у нас нет. Мы приехали из Пушкинской культуры. Я так езжусь. Я как бы бесплатно езжусь. А она что, больная у вас, что ли? Нет, не больная. Жена, нормально. Сколько ей лет-то? Сколько тебе лет спрашивают? Тридцать четыре. Тридцать четыре. Молодая. Ну, вот ей интересно. Мне лучше пивка бы выпить, а ей вот нужно, значит, Пушкина. Вот и дряну лампу, перемешок новый купил он для тебя. Сидеть дома надо. Ну, конечно. Я поэзии люблю Пушкина. Надо дома сидеть и мужу искушать, казалось. Что я говорю? Разве они послушают? Там еще кто? Одна, да? Да, одна, конечно, сумма. Я по моей чудной кожалею передо мной заделась ты. Ну, дай еще затянуться-то. На, на. Приехал на экскурсию. Вот напросилась со мной. А денег-то не платят. Приходится прятать. Ну, чтобы не платить деньги. Хватит. Люся, хватит. Ну, куда? Что затянуться-то? Люся, успокойся ты, все будет нормально. Город-то замечательный. Я смотрю, дома все разные. Молочка, выпусти меня. Ну, заткнись-то, ради бога. Ну, гумани. Замолчи. Выпусти меня. О, приехали на экскурсию. Вот собралась. Жена, жена. А чтобы без билета проехать нам. Надо, значит, на троллей. Все, вот и прячем. Ходите, пешком, ногами ходите. Вы знаете, вам, может быть, сначала перед Эрмитажем и Невским проспектом, вот туда, вот там, 15-й линии, знаете, клиника Небросов есть. Да? Может, вам туда-туда есть? Сходим. Это где Пушкин-то памятник стоит с рукой такой? Знаете, что это нужно на 1-й, на 7-й троллейбуски? Ага. Это будет, знаете, после Литейного. Пушкинская улица. Надо запомнить, хорошо. Пушкинская улица? Да. И там памятник Пушкину. Руку так еще протянул. Вот так вот. Спасибо. С рукой. Ну, а, может быть, он и протянул. Я уже сейчас не помню. Он там, по-моему, в стоячий рост, может, и протянул руку. Да, он стоит. Понимаете? Давайте я вам дам на мою. Что же вы будете копать? Не надо, батюшка, ради бога. Ой, Христос воскрес. Спасибо, спасибо. Спасибо, мой дорогой, спасибо. Отец, давай, дай бог здоровья. Мы просто приехали издалека специально посмотреть вот пушкинские места. Какие? Ну, памятник Пушкину с протянутой рукой. Она как багаж, она. Он же нам не экономит. Вот я люблю поэзию Пушкина, а он экономит. А еще что можно посмотреть из пушкинских мест? Я так не могу рекомендовать. Эрмитаж где? Как доехать? На семерке. Ага. Автобус. Только вот 120 каким-то на него не садится. Ага. А то на все могут. А Александринский столб-то там? Так только, да. Ой, похоже, милый. Ой, зараза. Да извини, жена, жена моя. Помогите. Что там, двигай? Да жена, жена. Какая жена там, собака? Нет, жена. Вот, пожалуйста, садите только с этим багажом на задние площадки. На задние? Я вас любил, любовь еще быть может. Тихо, тихо, тихо. 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 Ой, прости, даже ничего не получается. Послесловие. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимым быть другим. Не, 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 никаких перемен, сели. Мы договаривались, что работаем без перерыва сегодня? Без перерыва. Договорились. У нас впереди долгий день, посвященный светлой памяти кого? Сергей Львович. Сергей Львович. А, перекусить? Хорошо. Доставайте, что у вас есть с собой. И прямо здесь, не стесняясь, а я почитаю вам что-нибудь из Онегина. Из первой главы. Кстати, как у Пушкина в Онегине называется 14-строчная астрофа? Песня. Песня. Песня 16-я. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним разбив окровавленный И трюфли роскошь юных лет Французской кухни лучший цвет Из Страсбурга пирог нетленный Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым Простите Еще Бокалов жажда просит Залить горячий жар котлет До дня рождения Александра Сергеевича Осталось 7 рублей 45 копеек Не, ну все, уже никто не придет Пусть она знает Как сказал товарищ Не дай вам бог Любимой быть другим Не дай ей быть Не дай Ну что, до завтра Типун тебе на язык По цветы кому? По цветы ему Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется ворваться В городок На нашу улицу в три дома Где все просто и знакомо На денек Где без спроса входят в гости Где нет зависти и злости Милый дом Где рождение справляют И навеки провожают Всем двором Лишь во сне приходят лиц Не узнать и половины Ярых свет Вот прошел почтовый ящик Открываю две газеты Писем нет Субтитры создавал DimaTorzok